доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые коллеги и пользователи нашего сайта сейчас мы находимся с вами на странице 9.2 аудио психокоррекция и все вы знаете мы сейчас активно занимаемся тем что продвигаем эту технологию она не метафорично она практично она связана с конкретными цифрами данными получаемыми нами на протяжении уже нескольких лет самое главное о чем я хотел бы поговорить сегодня о 11 критериях которые делают человека уникальным всего их выделяют 11 в современной науке здесь они мною изложены как мне кажется в наиболее таком понятном удобоваримом варианте их всего 11 так вот я выделю соответственно первый из этих критериев самый технологичный на мой взгляд поэтому он на первом месте это так называемая днк днк оно содержит цепочка клеток человека 3.2 миллиарда символов самое удивительное заключается в том что днк одинаковый у девяносто девяти целых девяти десятых процента людей всего лишь 0.1 процент создают достаточно уникальную индивидуальную картину человека крайне крайне маленький процент вы должны будете с этим согласиться но тем не менее днк считается наиболее точным дифференциальным критерием разделение человека то есть можно получить данные по каждому человеку сравнить их установить отцовство установить значит там уникальность человека там допустим даже через несколько лет после его смерти действительно ли это тот человек который предполагается и так далее одним словом днк не ним пока речь далее всем известные на втором месте я поставил отпечатки пальцев это действительно уникальные вещи непонятно для чего нужны отпечатки для человека но тем не менее формируются они достаточно рано формируются еще в утробе матери и соответственно они уникальны для каждого человека их развлечения основа основ криминалистики на то есть определение человека по отпечаткам пальцев замечательно здорово открыто это достаточно давно еще в конце 19 века эта особенность человека уникальность его отпечатков пальцев этим пользуются наши криминалисты далее ни для кого не секрет и самое наглядное самое простое что можно себе представить мы узнаем человека по лицу все люди имеют совершенно совершенно уникальные лица можно дифференцировать человека по его глазам рту ушам овалу лица и так далее так далее так далее ламбразо да известный в общем-то психиатр психолог занимался этим достаточно активно пытался измерять пропорции черепа человека отсюда еще возникла расовая теория различий до активно пропагандируемая третьим рейхом и этим сейчас активно пользуются с развитием видеотехники то есть там в аэропорта где-то на железнодорожных вокзалах камеры камеры камера везде ищут значит преступников достаточно быстрый способ но на наш взгляд в лаборатории мы это обсуждали я знаю нескольких исследователей лично знаю кто этим занимается создает программные средства которые пытаются опять же актуализировать какие-то болезненные состояния у человека выявить их благодаря определенным взаимосвязям лица человека но достаточно еще сказать и обратить ваше внимание замечательный есть такой телесериал американский обмани меня рекомендую крайне кого просмотру одним словом лиц лица да действительно они могут быть легко дифференцированы люди по этим поэтому признаку дифференцируются и определяются достаточно легко но на наш взгляд должно пройти какое-то время когда видеотехника достигнет и программное обеспечение достигнет очень высокого степени распознавания лиц и всего с этим связанного далее не будем останавливаться на лице это не тема нашего разговора походка мы пробегусь быстро по всем 11 критериям и остановлюсь на наш взгляд на самом важном в общем то понятно что она достаточно константно но тем не менее как вот здесь описано физические тренировки изменение веса травмы там ногу подвернул еще что-то меняют походку человека кардинально но тоже тем не менее человек индивидуален в этом смысле уши но это вообще не ботический случай наиболее на наш взгляд слабый критерий тем не менее формируются они тоже эти характеристики в утробе матери трудно диагностируемые ну представьте себе надо различать мы можем издалека да то есть внимательно острый взгляд может рассмотреть там длину мочки ухо там изгиб его там окружность и так далее и так далее и так далее но в общем то все это достаточно трудно диагностируем и дифференцируем они очень точный критерий радужная оболочка глаз на этом пытались сделать науку в 60 70 80 годах да есть различия пытались привязать радужную оболочку глаз заболеваниями тех или иных органов человека но тоже это не нашло своего дальнейшего развития это все затухло по ряду причин но опять же это не тема нашего разговора запах еще менее дифференцируемый критерий по которым можно дифференцировать человека выявить его уникальность индивидуальность здесь даже вот описано это 5000 кислот спиртов кетон и так далее соответственно очень слабый критерий дифференциации уникальности выявления уникальности человека пульс трудно диагностируемый критерий надо навешать на себя аппарат значит мониторинг и кг чтобы продифференцировать все это между отдельными человеками да действительно достаточно точный критерий сердце уникального каждого человека и можно находить какие-то особенности критерий различий надо сказать тут даже как бы ну наиболее популярная да вот у нас в россии компания apple который я не себя не отношу к поклонникам тем не менее она пытается создать аппаратуру приборы определенные и работает надо идентификации человека по его пульсу мозговые волны очень трудно диагностируемый показатель в плане свободы его выбора например это мрт то есть представьте себе что человека надо положить такую огромную капсулу там происходят определенные процессы движения и соответственно снимаются показатели на срезы так называемые мозговой активности человека в процессе его наблюдения дифференцировать такое что-то в аэропорту предположим абсолютно невозможно то есть мозговые волны человека пока мы не способны определять легко и просто без каких-либо затруднений все это достаточно сложно вплоть до этого пункта и 10 это очень трудно диагностируемый дифференцируемый компонент опять же да то есть микробиомы человека которых триллионы в его теле и соответственно не конечно уникальный но диагностировать и находить различия быстро делать условно говоря в кавычках экспресс какую-то диагностику как микробиомом так и по всем остальным приведенным характеристикам как то днк отпечатки пальцев лицо походка и так далее достаточно сложно и проблематично рассуждая над всем этим несколько некоторое время мы в лаборатории пришли к выводу что наиболее как-то не странно звучит точным показателем индивидуальности человека его уникальности может как это ни странно звучит но это не наше наверное открытие это результат долгих размышлений споров это человеческий голос не фотография лица не днк в силу различных перечисленных но и уже причин менее дифференцированным менее подмене точно поддаются диагностике я подчеркнул экспресс диагностики это не то что положить человека в аппарат мрт и выявить его какие-то срезы мозговые посмотреть нет ли у него там опухоль и так далее а определить экспресс диагностику человека наиболее точно можно по звуковым волнам обратите внимание здесь вот придена такая вода скобочка герцы голос у каждого человека неповторим также как отпечатки пальцев у каждого человека неповторимы равно как и все остальные критерии определение уникальности универсальности человека он неповторим но его можно изменить условием в воле выпить 150 грамм коньяку прикрыть лот рот платочком и так далее так далее так далее парадокс заключается в том что нами была открыта объективная характеристика голоса на вот голос это нечто такое да вот у нее был прекрасный голос или допустим голос был груб и не симпатичен можно привести массу каких-то эмоциональных примеров характеристики голоса как такового а вот объективную характеристику и чистоту колебаний этого голоса изменить нельзя голос на наш взгляд в лаборатории психологического обеспечения является наиболее точным и верным дифференцирующим критерием развлечения человека не фотографии не лицо не отпечатки пальцев силу опять же повторюсь ряда их уникальных особенностей специфики не являются таковыми вернее не менее надежны голос в кавычках говоря да а именно чистота колебаний человеческого голоса даже прикрытого платочком или после 150 граммов коньяку остается неизменным уникальные характеристики нами были выявлены открыты и потому своей работе когда мы говорим об аудио психокоррекции мы предлагаем определенную запись то есть человеку записать свой голос отправить нам и мы таким образом занимаемся тем что фактически мы собираем голоса многоточие запятая точнее герцы колебания колебания звуковых волн каждого конкретного человека это самый точный надежный экспресс метод диагностики дифференциации уникальности неповторимости человека я не думаю что это можно назвать каким-то открытием но тем не менее мы опираемся на этот показатель в своей работе вот о чем я хотел вам сегодня рассказать задавая вопросы по поводу нашей технологии аудио психокоррекции люди затрагивают эти моменты сейчас я объяснил почему мы на это опираемся в своей работе благодарю вас за внимание и удачи вам